Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях нотариус Нотариального округа Южно-Казахстанской области Жанар Катабекова. Жанар, я рада вас сегодня видеть в нашей студии. И мы сегодня говорим о завещании. Это, пожалуй, самое распространенное явление, с которым обращаются люди к нотариусу, мне кажется. Кто может составить завещание? Завещание – это одно из нотариальных действий и нотариальной деятельности. В последнее время оно стало очень популярным. Стали чаще обращаться люди с составлением, подписанием завещания. Завещание может написать любой гражданин с 18 лет. Там по возрасту ограничений нет. То есть не нужно быть бабушкой или дедушкой, чтобы, имея какую-то недвижимость. Нет, завещание пишется в любое время. Не обязательно прямо именно там перед смертью или вот как в фильмах насмотрятся люди у нас. На смертном Андре, да, буквально. Да, и в любое время можно завещание написать. Любой гражданин. При составлении завещания у нотариуса нужны ли наследники? Нужны ли те люди, на которых человек, присутствие их, на которых человек пишет завещание? Ну, по правилам нотариальной деятельности, если сам завещатель хочет, чтобы присутствовали, кому он будет писать завещание, то это очень приветствуется, в принципе, с одной стороны. И присутствие их могут быть, могут не быть. Это по их усмотрению. Но если присутствует, кому пишется завещание, то в самом завещании пишется такая отметка, что при составлении подписания этого завещания присутствовал тот человек, на кого писали завещание. То есть, а если человек хочет как бы сделать подарком это завещание? Подарком завещание не может быть. Нет, я в том плане, что сюрпризом, чтобы, например, там внуки или какие-то родственники или какие-то друзья об этом не знали. Многие наши завещатели, клиенты, которые приходят в нотариус, они составляют завещание. Кто-то сразу говорит, что сделали завещание. Кто-то говорит, пусть лежит. Потом, когда что случится, они сами найдут и дальше там по завещанию будут действовать уже. Кстати, вот как раз из вашего ответа у меня следующий вопрос. Если человек не знает, кому... Ну вот люди живут, например, в квартире, да, и хозяйка, хозяйки, хозяина квартиры вдруг не стало. Люди не знают, было ли завещание или не было. Куда им обращаться? Ну, во-первых, прежде, когда человек умирает, в течение шести месяцев наследники обращаются в нотариусу по подаче и открытию наследственного дела. И когда мы принимаем документы, прежде чем принять заявление от наследников, что они вступают в наследственные права, мы проверяем. У нас есть специальная база, где там пишется завещание составлено, было, отменено, не было вот этих других конторов. То есть это база общая и доступная всем нотариусам, да? В республике есть такая база, где каждый нотариус вносит сведения о завещании и о наследстве. Сколько раз можно переписывать завещание? Завещание можно переписывать хоть сколько. Ограничений нету, но завещание вступает в силу последнее завещание. Завещание можно изменить, отменить. Многие пожилые люди сомневаются, думают, вот если я написала завещание, все это уже недвижимость или имущество не мое, и все перешло на него сразу автоматически, это все неправильно. По завещанию, если даже она написала, не написала, он является владельцем своего имущества, и завещание вступает в силу после смерти, никак не до смерти. Не так, как в случае с дарственной, да? Да, дарение это вступает в силу сразу при жизни, регистрируется на дарителя, а завещание, оно вступает в силу после смерти. Завещание можно оспорить? Любые спорные вопросы через суд. Но можно, да? Можно. То есть, потому что зачастую завещание пишется не на близких родственников. Да, бывает у нас некоторые бабушки, такие пожилые люди, они пишут одно завещание, потом пойдут домой, переживают, начинают переписывать другое, я вот подумала, может быть, не вот так сделать. И потом, когда наследники обращаются, бывают спорные вопросы, что там одно завещание, потом еще другое завещание у разных нотариусов делается. Ну, по закону вступает в силу последнее завещание. Самое последнее завещание, да? Так, какие документы необходимо предоставить человеку, который приходит заставить завещание? Ну, сам завещатель приходит с удостоверением личности. Не обязательно документы нужны на имущество, которое он хочет завещать. В одном завещании он может написать на все имущество, может по отдельности написать одному машину, например, а другому дача, там, дом. Может все переписать на одного, написать завещание, там, ограничение такого. Если он сам, конечно, не захочет, ну, каждое завещание, если там бывает муж с женой приходит, завещание писать, и хотят оба на свои имущества написать, то от каждого пишется завещание отдельно. Два завещателя в одном завещании не должно быть. Никогда не должно быть, да? А еще, наверное, бывают такие случаи, когда человек в завещании расписывает вот все буквально, вот эта вазочка, вот этому пойдет, а вот библиотека тому отойдет, а мой гарнитур тому отдайте. Нет, реальной деятельности пока еще такого не было, но бывает, что имущество движимое и недвижимое. Прямо вот опись делают, да, как бы что? Да, бывает, да, мы слышали, что такое тоже практикуется, и пишут вот так, вот так, какое-то имущество тому-то, а этому вот это, есть такое. Жанар, скажите, пожалуйста, как вступить в право на следство, как воспользоваться завещанием? Ну, когда наследники узнают о смерти родственников или кто есть, они в течение шести месяцев должны подать заявление на вступление на следственных прав. И там уже при самом деле производстве уже нотариус говорит, какие документы собирать, когда что обратиться. Уже там по ходу дела все это разъясняется. Скажите, а вот как проще получить имущество после смерти родственников? По завещанию или без завещания? Ну, там все одно и то же, просто плюс-бумага, плюс-минус завещание есть, и нет завещания. В этом разница. И когда пишется завещание, то не нужно будет оказывать родственные отношения. На кого написано завещание, на того мы и делаем наследственные правы. Вот часто бывают споры между родственниками по завещанию? В последнее время часто. Часто, да? Да, часто. Там плюс, когда завещание составляется, обязательно должен присутствовать свидетель. Свидетель должен быть не родственник, а совершеннолетнее лицо с удостоверением личности. Плюс у этого свидетеля он несет ответственность за тайну завещания. Он не должен распространяться, там, вот такой-то вот так сделал, а он вот так сделал. Такого мы сразу предупреждаем, когда составляется завещание. То есть это как-то наказывается? Да, есть статья такая за тайну хранения завещания. Да, тайну завещания. То есть, как правило, люди, значит, идут, ну, с близкими друзьями, да, скорее всего, приходят? Ну да, родственники не могут быть с нахатом, братья-сестры. Не могут быть? Не могут быть, потому что по-любому они же будут в своей отношении, в своей стороне, правда. Если вдруг спорные вопросы какие-то будут, то каждый, конечно, будет свою сторону защищать. А так при завещании лучше, конечно, друзья, семейные, соседи, там, подруги бывают. А вот если, например, завещание, вот бабушка с дедушкой написали завещание на внуков, но у них есть еще дети, а дети же наследники первой очереди, и, как правило, такие вещи оспариваются, да? Ну, мы же смотрим на завещание, на кого оно написано. Если они, спорных вопросов никаких нет, то мы по завещанию делаем наследство, тот, кто подал по завещанию документы. А если у них там начинают спорные вопросы какие-то, там, с детьми, еще премянники, внуки, там, а то это уже, конечно, мы отравнили. Это в суд, да? Все спорные вопросы через суд. Ага, Жанар, и сколько сейчас стоит оформить завещание? Ну, каждый год МРП меняется. В этом году МРП-2121 тенге пенсионерам по возрасту, инвалидам всех групп. Там есть у нас льготы, освобождаются они от уплаты госпошлины. Они полностью освобождаются, да? Инвалиды, да. Инвалиды все освобождаются от госпошлины. Наследники будут платить по завещанию за услуги нотариуса? Обязательно. Они будут платить там госпошлины свои, идет по тарифу на каждое имущество. Могут они наследство получать, каждая отдельно, а могут наследники, чтобы все в одном наследственном свидетельстве указывались. Это по осмотрению наследников самих. Вот так. Ну, и, Жанар, а как вы считаете, как бы вы посоветовали людям тянуть завещание до последнего или нет? Или лучше составлять его, как говорится, в трезвом умении, твердой рассудке? Люди у нас как-то, знаете, кто-то по семейному положению там бывает, какие-то разногласия там бывает, жили-жили, а потом раз там что-то отношения испортились, а она раз и передумала. Я теперь хочу на ту написать, она за меня не посмотрела, там что-то огрызнулась, и еще что-то. Такое у нас тоже бывает. Бабушки приходят и вот так обиделись, и начинают по-другому составлять завещание. Там разницы нету, когда захотят. Могут и составлять, могут и не составлять. Завещание может, в завещании могут обговариваться условия получения наследства? Могут, бывают такие завещания, где родители сами лишают наследников наследственных прав. Такое у нас тоже есть. Ну, например, завещает там внучки, а детей лишает наследственных прав. Такое тоже отмечается. В самом завещании такая отметка есть. Так вот, получается, что родители могут потом ведь опротестовать это завещание? Дети бывают, да, могут через суд обращаться. Почему? Было такое. А вот такие условия, как, например, вот я завещаю свою квартиру там такому-то человеку, при условии, что он, например, там будет материально помогать моей подруге? Нет, это уже совсем другая натриальная деятельность. Но это есть, да? Да, завещание вступает в силу после смерти, и на момент завещания, когда он должен быть полностью дееспособный, вменяемый такой человек. Ну, понятно, да. А вот условия, как это называется? Условия это другая, это там догарьенты есть, когда смотрят за мной, что-то как-то там подарить, чтобы недвижимость перешла после смерти. Это совсем другое, это к завещанию не относится. Это к завещанию не относится, да? Ну что ж, Аннар, вам большое спасибо, что ответили на все ваши вопросы, и, конечно же, хотелось услышать пожелания нашим горожанам. Вот сегодня такой замечательный у нас день. Ну, желая нашим гражданам, во-первых, когда составляют завещание, очень внимательно ознакомливаться с документом и подписывать документы после того, как они ознакомились с завещанием, со всеми условиями, не стесняясь спрашивать, задавать вопросы нотариусу. Очень много людей путаются, и когда что-то составляешь, они начинают переживать, волноваться. Бывает, и плачут у нас бабушки, дедушки, и начинают свои семейные проблемы какие-то рассказывать. Мы как-то, с одной стороны, как психологи сидим, с ними разговариваем. Прежде чем составить любое завещание, нужно вот так поговорить с человеком, узнать, что он хочет, как он хочет. Тем более часто путать дарение с завещанием. Многие думают, раз я написала завещание, все, уже он владелец, и ничего не смогу сделать. Поэтому при любых вопросах лучше, конечно, обращаться к нотариусу, и не стесняясь все это спрашивать, и как-то все это переработать, переживать, и потом уже подписывать. Потому что многие бабушки, не то что бабушки, пожилые люди, они сперва сделают, а потом, ой, начинают, а я не помню, мне сказали, распишись, я расписалась, а такое тоже у нас было в деятельности нотариальной. И лучше вот это все, конечно, хорошенько обдумать, чтобы не обидеть ни ту сторону, ни наследников. Желаю людям, чтобы почаще обращались к нотариусам с вопросами именно то, что их касается. Чтобы не там на лавочках послушали бабушек, подружек, не по телевизору, я услышала. Да, лучше к специалисту, всегда к специалисту. Да, лучше услышала, а потом вот так сказали, неужели вот так это... Лучше, конечно, обращаться к тем людям, которые этим занимаются. Ну что ж, Жанар, вам еще раз большое спасибо. И вот свежий номер газеты «Рабат». Мы без него не отпускаем ни одного нашего гостя. Спасибо. Вам в подарок. Спасибо. Спасибо. Спасибо.